Давным-давно Добрый вечер, мальчики и девочки! Привет, Лёва! Привет, Келлер! Ой, неужели это та самая красная книга Исчезающих животных растений? Нам про неё в школе рассказывали! Это моя книжка с оскаршками! А, понятно! А мне почему-то показалось... Жаль, конечно! Ребята, я просто очень хочу увидеть красную книгу! Вот она мне везде и мерещется! Извини, Лёва! А в компьютере нельзя посмотреть? Нет! Я видел её фотографии на презентациях, когда слайды показывали! Но это совсем другое! Хотелось бы её в руках подержать, почитать! А что такое презентация и шрайды? Ой, извини! Я говорю, для тебя, ну совсем непонятные вещи! Ребята, в общем, был открытый урок! И нам показывали фотографии и рассказывали про красную книгу! Лёва, ты когда-нибудь слышал про неё? Хотя, ребята, чего я спрашиваю? Конечно, не слышал! Расскажи! Мне тоже интересно, про что мне написано! Ну, может, лучше тебе мама расскажет? Нет, расскажи ты! Ну, ладно! Понимаешь, Лёва, в этой книге собрали всех-всех животных, которые давно-давно жили на земле! А сейчас они где? Всё! Исчезли! Куда это они исчезли? Вот представь, какого-то вида животных было слишком мало, а там, где они жили, изменилась природа. Ну, допустим, вырубили лес. Как вырубили? А где же они жить будут? Вот видишь, жить негде! А ещё они кушали травку, которая росла только в этом лесу. И еды на всех стало не хватать. Вот они исчезли. Жить негде, и есть нечего. Очень жаль! И мне жаль! Но в красной книге мы можем многое прочитать об этих исчезнувших животных. И даже увидеть их фотографии. Киллеры, это, конечно, интересно, но лучше, чтобы они никогдашеньки не исчезали. А для того, ребята, чтобы животные не исчезали, в красной книге есть специальный раздел, где переписаны все-все виды животных, которых осталось, к сожалению, очень мало на земле. И поэтому их охраняют, чтобы они исчезли. А какие это животные я хочу посмотреть? Думаю, и вам, ребята, будет интересно. Сейчас я вам покажу одного милашку. Внимание! Это вамбат. Травоядное млекопитающее животное. Ой, оно на маленькую миску похоже. Точно! Ребята, вамбаты живут в Австралии. А едят... корешки, ягоды и грибы. И что, они тоже исчезнут? Думаю, нет, ребята. Но их осталось очень мало на земле. Сейчас я вам покажу еще одно смешное животное. А его имя еще забавнее. Это руконожка Ай-Ай. Ты выдумываешь? Нет, ее действительно так называют. Ого, какие гроша! Это потому, что она ночной зверек и живет в тропических лесах Мадагаскара. А что она кушает? Травку и разные тропические фрукты. Она мне нравится. Я буду езжать. Ну хорошо, только когда подрастешь. А пока за тебя это сделают взрослые. Как? Они строят, ребята, специальные заповедники и национальные парки для таких животных. Туда никого не пускают. Не разрешают вырубать лес и загрязнять природу. Понятно. А я могу помогать? Ну-ка, встань. Думаю, да. Ты садись, что ты стоишь? Думаю, да. Можно тебе дать специальное задание. Я ж праздник, я ж могу. Но учти, оно очень серьезное. Ты должен рассказать всем, всем, кого увидишь, что нужно сохранять лес и беречь природу. И тогда животные в наших лесах не исчезнут. Будет сделано. Ты пока подумай, как будешь задание выполнять. А я пока мультик посмотрю. Ну я тоже мультик хочу. Ну ладно. Можешь тихонечко подглянуть. Ребята, я тут нашел еще одну симпатяшку, которая, к сожалению, тоже занесена в красную книгу. Так, это у нас хоботковая собачка Петерсон. Я про таких собак никогда не слышу. Так это потому, что она совсем и не собака. А кто? Кажется, ребята, это грызун. Ой, смотри, какая вытянутая мордочка. На мышку похожа. Не знаю очень. Их тоже берегают, потому что осталось их очень мало. Ну ничего, ребята, мы будем белеть природу и животные никуда не исчезнут. Было бы здорово. До свидания, мальчики и девочки. Пока-пока, ребята. Цветные сны совсем не спят, Чтоб нам спалось не скучно. Но чтобы их не упустить, Надеть пижамку нужно В постели тихо задремать И звездами укрыться, И сон цветной за хвост поймать Он спрячется в ресницах И будет тихо снится И будет тихо снится И будет тихо снится Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова